Отель Grand Plaza Resort в Египте, город Шарм-Шейх. Напротив гостиница, через дорогу аптека, всякие сувенирные магазинчики, продуктовые. Минус, конечно, то, что цены выше, чем в нормальных супермаркетах. Нужно торговаться минимум в два раза. Итак, пойдем вовнутрь. Сюда вас будет завозить автобусом. Но я вам покажу просто, что до главного здания, что до ресепшена находится. Итак, здесь футбольное поле сразу справа. И теннисный корт за ним сразу. Вот шестой корпус. Это наш, где мы живем. Он практически самый дальний. А мы еще дальше на ресепшен пойдем. Вот вид с окон. Наша комната на третьем этаже, вот, получается, вот она. Вид хороший. Это пятый корпус. Хоть и самый дальний, но... Вид хороший из окна, если не с первого этажа. Вот я перед пятым корпусом. Вот здесь такая лужайка. И бассейн здесь один. С баром. Сейчас ближе подойду. Наша. Вон за этим корпусом, за пятым. Туалет. Возле бассейна. И, собственно, бассейн. В этом домике выдают полотенце. Меняют на карточки и обратно. И мы подходим к главному зданию. К ресепшен. Здесь автостоянка напротив. Вот такой пейзаж здесь. Шарм Гранд Плаза. Сразу с правой стороны один из ресторанов. Палмера. Сейчас вам покажу, что внутри. Он бесплатный. Там, ну, как и в основном ресторане. Просто может быть меньше людей. И немного меньше разнообразия. Вот как видим. Можно посидеть и здесь. На территории есть вот такие вот кормушки для птиц. Итак, подошли. К ресепшену. Здесь чемоданы выставляют те, кто уезжает. А вот здесь те, кто приехали. При входе слева и справа есть магазины сувениров разных. И супермаркет. Видим. Также есть драгоценности. Видим. Приветливый персонал. Все улыбаются. Все улыбаются. Все улыбаются. Можно также вот для Дайвина что-то купить. Как видим. Секьюрити. Видите, кто-то улыбается. При входе справа видим сувенирный магазинчик. Лево с кольцами, драгоценностями разными, с рубинами. Итак, далее заходим на ресепшен. При ресепшене здесь диванчики, кресла. Скажу минус сразу. Wi-Fi работает только возле бассейнов и возле ресепшена. Чуть дальше отойти. Вот видим сразу вот видим одно перило. И вот за вторым уже может Wi-Fi не работать. Что здесь на ресепшене? Стойка ресепшен. Вот там вот девочки консультируют если какие-то вопросы. Бильярд платный. Разменять деньги можно вот в автомате. Если необходимо. Здесь находятся в определенное время работники аннекс-тура, которые проконсультируют. Здесь стенд с информацией и вниз можно идти в ресторан основной. Вон там как видим здесь вот есть мексика кухня по дням неделям какая интернациональная и так далее. Видим во вторник морепродукты. Да, действительно мы даже ели крабы ели устрицы. Так что не обманывают. Также туалет здесь есть и напротив такой по вечерам здесь развлекательные программы для взрослых с полдевятого с полдевятого до полдевятого. также выйдя с левой стороны увидите тоже магазинчики с разными магнитиками продукции разные. Вернемся на ресепшен. Хочу вам посоветовать нам предложили за 85 долларов от анекса 85 долларов с человека да, с ребенка 80 или 75 затерянная земля называется. Тут катают на джипах, на верблюдах, квадроциклах, морепродукты так было это дайвинг минут 15 каждому на яхте катаетесь каньон как видим да нас кормили бедуины лавашом со сметаной козьей либо с медом и чаем угощали и вот проплывали мы возле замка не помню как называется в другом видео скажу как называется очень скажем так остались довольны так что еще в ресепшене здесь показал есть тоже бар но он платный в нем абсолютно все платно возможно только воду дают бесплатно он работает круглые сутки остальные же до какого-то времени и здесь выход можно спуститься вправо к магазинчикам который я вам показывал с другой стороны тоже самое можно спуститься на основной на основной вид либо вот сюда вот выйти здесь скажем так курилка и вид на отель красивый корпуса одинаковые у всех комнаты ну не знаю не были мы в других комнатах спа-салон вот он тоже мы не были в нем в этом бассейне не купаются можно пофотографироваться на этом островке с деревьями с природой с левой стороны если вот так спуститься вот там ресторан тоже но он платный там пицца спагетти фирменные кофе ну такое знаете для итальянцев тут много очень итальянцев внизу это основной ресторан на на улице можно сказать посидеть покушать на веранде далее спустимся и пойдем в сторону моря